Баннерная социальная реклама получила свое распространение в Америке в 1906 году. В 2017 в Иванове на улицах областного центра ее почти и не встретишь. Хотя по закону из 400 стационарных рекламных конструкций на 5% должна быть социальная реклама. Но как мы видим, место свободное есть, а вот рекламы на нем нет. Причем чем важнее тема, которая поднимается в рекламе, тем ближе к центру города должен быть размещен баннер. В мэрии отмечают, места выделить готовы, а вот со средствами на создание самих постеров их монтаж и оплату аренды помочь не могут. Все предоставлено на откуп предпринимателей или общественников. Тем не менее, дело это не дешевое. Один месяц размещения баннера на стационарной конструкции обойдется в 15 тысяч рублей. Социальная реклама устанавливается в соответствии с планом. План формируется уже на следующий год, он уже сейчас формируется. Обращаются различные государственные и негосударственные организации. Исходя, он согласовывается с заместителем, курирующим социальный блок. И утверждается главой города и в дальнейшем размещается в соответствии с этим планом. Социальная реклама городу нужна, отмечают благотворители фонда «Созвездие плюс». Женщины недоумевают, почему в других городах находятся финансы на такие проекты, а у нас нет. Писали они письма и в мэрию, и губернатору. Отклика и поддержки своим идеям не нашли. То есть должны быть щиты в центре города, выделенные на постоянной основе. Чтобы человек, проезжая, посмотрев на него, знал, что он взглядом выцепит информацию, которой ему придется по сердцу. Возможно, она улучшит его настроение на данный момент, поможет принять какое-то для него важное решение. Может быть, позволит себе вспомнить о том, что у него есть пожилые родные, да, родители. Что у него есть маленькие дети, которые тоже требуют внимания. И может быть, он вообще захочет создать семью, просто увидев какой-то очень симпатичный плакат. Существующая реклама, как и положено двигателю торговли, продвигает товары и услуги. Рассчитана она опустошать кошельки горожан. А вот социальные проекты должны будить человечность, предупреждать об опасности или учить быть вежливыми и великодушными. И вот только несколько примеров баннеров, размещенных в других городах. Там это действенная реклама, и действительно она обращает внимание на то, чтобы, так сказать, было отношение к детям и к людям старшему поколению, к инвалидам. Ну, даже элементарно. Вот приближается, например, эпидемия того же гриппа, да, или каких-то простого заболеваний. Ну, аж всегда бывает. Но это просто элементарное предупреждение. Ребята, будьте осторожны. Сами благотворители готовы спонсировать реализацию некоторых идей. Согласны они и предлагать предпринимателям поучаствовать в популяризации соцрекламы. Но взять все на себя не могут. От властей просят поддержки. Организационной – найти людей, которые будут рекламу рисовать. И финансовой – чтобы баннеры размещать. Со своей стороны обещают, что город станет не только добрее, но и красивее. И если будет больше социальной рекламы, на такие баннеры, может быть, и места не останется. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.